Итоги уходящего четверга Вобручанин пытался поставить на учет автомобиль с измененным ВИН-номером. Чем все закончилось? Театральная феерия. На фестиваль национальной драматургии продано более 75% билетов. Это и «Альпийская баллада», это и «Альпа-41», это «Не покидая меня». Когда покажут исторический детектив, а также повышение пенсии, рост экспорта и правила безопасности. В стране проходит профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь», что чаще всего приводит к пожарам. В этот раз на 5% в Беларуси с декабря снова вырастут пенсии. Такое решение президент озвучил на совещании у Дворца независимости. Это уже третий перерасчет в нынешнем году. С марта выплаты повышались на 7%, с августа еще на 10%. Как отметил Александр Лукашенко, решение обусловлено в том числе профицитом бюджета Фонда социальной защиты населения. Если считать макроэкономически, в среднем как-то делается во всем мире, пенсионеры не должны на нас обижаться в связи, хоть два раза мы повышали там пенсию, небольшим повышением пенсии, потому что это в среднем, подчеркиваю, это выше инфляции на сегодняшний день. Ну а если мы еще шаг сделаем, то это будет уже значительно преимущество перед инфляцией. Хотя, знаете, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут, ну, наверное, не владеет вопросом. У нас кое-что там подорожало и не на 10%, а на 20%. Я не зря подчеркнул, что я имею в виду среднее значение. Что же касается совершенствования работы Фонда, то упор будет сделан на информационную составляющую. В Минтруда намерены самостоятельно и регулярно сообщать гражданину о его стаже и средней зарплате, с которой уплачиваются взносы, чтобы человек заранее знал размер своей будущей пенсии. Не прошел проверку. Бобручайн пытался поставить на учет автомобиль с измененным ВИН-номером. При осмотре БМВУ сотрудников МРЭО возникли сомнения в подлинности идентификационного номера авто направили на экспертизу. В результате выяснилось, что уникальный код действительно изменен. Владелец пояснил, машину купил впервые, даже подумать не мог, что маркировка может быть поддельной. Возбуждено уголовное дело. По избежанию подобных случаев судебные эксперты рекомендуют автовладельцам обращаться перед покупкой транспортного средства в Госкомитет судебных экспертиз для проведения проверки институционного номера транспортного средства. Аналогичный случай произошел при постановке на учет «Фольксвагена», который везли в Беларусь. Эксперты установили часть номерной площадки со знаками ВИН-номера Варина от так называемого донора. Формация направлена в компетентные органы для дачи правовой оценки. Открытый диалог. В Бавруйском горе-исполковье прошел семинар по вопросам ценообразования. Ключевой спикер – начальник главного управления МАРТ по Могилевской области. Николай Попков разъяснил некоторые пункты 713-го постановления представителям малого и крупного бизнеса, руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям. В основном обсудили торговлю оптом и в розницу, регулирование надбавок, оформление скидок и формирование пресс-курантов. Те вопросы, на которые не смогли мы прямо мгновенно дать ответы, они все были саккумулированы. И, естественно, данная информация будет передана в Министерство антимонопольного регулирования торговли для дальнейшего рассмотрения в рабочем порядке. Постановление Совмина затрагивает 90% всей продукции. Это 370 позиций. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Чтобы представители бизнеса могли задать вопросы, МАРТ создал онлайн-анкету. Инновационная корпорация, новые горизонты, вредоносная ссылка. Белорусы все чаще ведутся на уловки мошенников. В чем суть обмана? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Республика расширяет географию поставок кожевиной продукции. Дубленный полуфабрикат «Витблю» закупила китайская компания. На биржевых торгах его регулярно приобретают предприятия из России, Казахстана, Великобритании, Италии, Швейцарии, Литвы и Польши. С начала года общая сумма сделок составила 6,5 миллионов долларов. Сахарную свеклу убрали с 97% площадей. Работу планируют завершить в течение трех дней. Средняя урожайность – 450 сантиметров с гектара. Прогноз специалистов остается прежним. Половой сбор овоща должен составить 4 миллиона 400 тысяч тонн. Белорусы стали получать фейковую рассылку в мессенджеры якобы от представителей Белпочты. В сообщении приглашают поучаствовать в розыгрыше к 60-летию организации. К нему прикрепляют фишинговую ссылку. Подобные спамы от имени известных компаний обычно совершают мошенники. Доход Белорусской национальной биотехнологической корпорации с начала года превысил 100 миллионов долларов. В планах увеличить выручку на одного сотрудника почти в 7 раз. На предприятии сейчас работают порядка 1700 человек. Производят комбикорма и другую продукцию для животноводства. В стране проходит акция «МЧС не прожигай свою жизнь». Огнеборцы посещают трудовые коллективы, сельхозпредприятия, пункты сдачи вторсырья. Главная задача – напомнить правила безопасности при обращении с огнем. Чаще всего к пожарам приводит неосторожное курение. Многовековая история и духовные традиции. Бобруск отпраздновал 200-летие со дня основания собора благоверного великого князя Александра Невского. Храм обрел вторую жизнь благодаря трудам сестер монастыря Святых Жен Мироносец, помощи Министерства обороны и пожертвованиям горожан. Радость праздника с верующими разделил патриарша Экзарксия Белоруссии, митрополит Минский Заславский Вениамин. Подробности в репортаже Татьяна Гурбыч. Как и 200 лет назад на территории Бобруйской крепости собираются сотни верующих, чтобы вознести хвалу Господу за вновь обретенную святыню – собор благоверного великого князя Александра Невского. История храма трагична. Он служил духовным форпостом военных, которые дислоцировались в цитадели. Храм пережил революцию, устоял в годы гражданской войны, но пал во времена богоборчества. В 1934-м святыню взорвали и сравняли с землей. На ее месте разбили футбольное поле. Так тщательно были скрыты следы молитвенного присутствия. Работу по возрождению собора в стиле ампир по проекту российского архитектора Александра Штауберта начала первая настоятельница монастыря святых жен мироносец – матушка Раиса. Продолжила игуменья Пороскева. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822-го. 12 лет назад митрополит Минский и Слуцкий Филарет осветил место под будущий храм. Неоценимую помощь оказали Министерство обороны и просто неравнодушные люди. Строили Божий дом с нуля. На земле обильно палиты кровью и устланы человеческими костями в годы Великой Отечественной. Царство Небесное всем усопшим. И пусть храм этот будет памятником и местом молитвы для всех нас. Праздничную литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети ставят свечи и возносят молитвы за мир и покой Беларуси. Сердца в эти минуты наполняются состраданием к павшим солдатам и любовью к родному Отечеству. Прихожане замирают, внимая поистине ангельскому пению мужского хора Минского Всехсвятского храма. Радость праздника с верующими разделяет и патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Изославский Вениамин. Его торжественно встречает руководство города и высшее духовенство. Владыка лично возглавляет богослужение. После его высокопреосвященство благословляет горожан и военнослужащих Бобруйского гарнизона. Историческая правда, духовная справедливость, она требовала того, чтобы храм был восстановлен. И в этом и покаяние людей, и желание хранить историю свою, желание опираться на духовную составляющую в жизни. Ведь не даром наши предки говорили «без Бога не до порога». Многовековая история и духовные традиции для бобруйчан – не просто красивые слова. Свой посильный вклад в восстановление собора внесли многие горожане. В благородное дело вложены не только средства и силы, но и душа. Лица озаряет искренняя радость и светлая надежда. Эмоции не передать. Это что-то новое для нас. Мы приехали и наслаждаемся каким-то спокойствием, какой-то душевностью. Если бобруйскую крепость можно назвать сердцем города Бобруйска, то храм Александра Невского и женский монастырь – это душа нашего города. Работы по внутренней отделке храма и благоустройству территории продолжаются. В ближайших планах – создание аллеи славы. Она увековечит память о ратных подвигах белорусов. А сама обитель святых жен Мироносец превратится в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом, мастерскими и духовно-просветительским центром. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Продолжение темы. В Тугулицу привезли святыни из России. По благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, в храм преподобного Сергия Радонежского прибыла копия жировической иконы Божьей Матери и Гаденовского животворящего креста Господня. Кроме того, верующие могли поклониться мощам преподобной Зосимы Эннацкой и священномученика Ермогена, патриарха Московского и Сеаруси и другие православные реликвии. Икона считается самой маленькой в мире. Она с детскую ладошку. Она была явлена на Дикой Груши в 1470 году. И почитается одной из самых нерукотворных икон. Перед этой иконой молились многие знаменитые люди. И короли, и цари молились, и простые люди. Было много чудес, исцелений. И эту икону все почитают у нас не только в Белоруссии, но и в других городах и странах. Православные отправились в чудотворные иконы в крестный ход по Туголице и Вороневичам. Поклониться реликвии и попросить о самом сокровенном можно будет еще в пятницу. Молебий начнется в 10 утра. После святыни увезут в Жировичский монастырь. Сатирам мюзиклы и фантасмагория на фестиваль национальной драматургии продано более 75% билетов. Торжественное открытие запланировано на пятницу. В Театре имени Дунина Марцинкевича в 18 часов претендует мистическую историю «Черная пана несвижа». Уже в субботу в 6 вечера горожане увидят исторический детектив «Сестры Достоевские», который основан на реальных событиях. Драма о загадочном убийстве в белорусском Шерлоке Хомсе покорит даже самого искушенного зрителя. Будет представлена и «Трагическая военная тема», значит, это и «Альпийская баллада», это и «Альпы-41», это «Не покидая меня». И, естественно, там свой вклад в репертуарную афишу мы внесли нашим спектаклем «Песе Янко», который был создан к 80-летию уничтожения еврейского гетто. В воскресенье в 12.00 стоит посетить сатиру «Театр купца Япишкина». Спектакль поставлен по пьесе белорусского драматурга Евгения Мировича, который сумел ясно и глубоко понять самобытность культуры и воплотить ее в своем творчестве. Традицией стало проведение театральной творческой лаборатории. В этом году она посвящена теме актуализации классики. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok